Убийца и наркоторговец не смогли ужиться в одной камере. Тюремная ссора закончилась 15 ножевыми ранениями в шею. Кислотного маньяка поймали в Буденновске. Им оказался депрессивный студент медколледжа. Здравствуйте, в эфире программа «Выводы следствия» и я Алиса Вартазарян. О том, что значит смертельная обида и на какие жуткие вещи может пойти озлобленный на весь мир человек, мы расскажем чуть позже. А сейчас криминальные новости. Ограбили и изнасиловали по дороге на работу. Преступление произошло в Георгиевске. 32-летняя женщина почти сразу заметила подозрительного человека, который шел за ней. Мужчина попытался познакомиться, но ему отказали. Убедившись, что рядом нет прохожих, злоумышленник повалил женщину на землю, изнасиловал и ограбил. Забрал все деньги и мобильный. Но не учел, что на доме неподалеку висела видеокамера. Кроме того, в этот же день мужчина позвонил с похищенного телефона. Служители закона отследили звонок и задержали злодея в Минераловодском городском округе. Оказалось, что 25-летний мужчина недавно освободился из тюрьмы. Он следил за кражу и грабеж. И возможно, что очень скоро туда вернется. За новые преступления ему грозит до 10 лет лишения свободы. Пенсионерка из Труновского района упала в костер и сгорела. По факту смерти пожилой женщины проводится доследственная проверка. Следователи выяснили, что 85-летняя женщина сжигала в огороде сухую траву. Потеряв равновесие, она упала в костер. Соседи услышали крики несчастной старушки и вызвали экстренные службы. Спустя несколько часов пенсионерка скончалась в больнице от обширных ожогов тела. 28-летняя девушка ложно обвинила бывшего супруга в краже младенца, а сама обокрала соседей. Теперь ее будут судить сразу по двум статьям. Жительница Александровского района пришла в правоохранительные органы и сообщила, что экс-супруг похитил новорожденного ребенка, которого она родила от другого мужчины. Заявительница также добавила, что бывший муж подкинул младенца в больницу, но ее доводы не нашли подтверждения. Оказалось, что на обман женщина пошла, чтобы отомстить бывшему. И это не первое ее преступление. Во время проверки следователи выяснили, что лжедоносчица еще и воровка. Она обокрала соседей, вынесла из дома постельное белье, детские вещи, занавески и чемодан. Материалы дела уже направлены прокурору. За кражу и ложный донос женщине грозит до 9 лет лишения свободы. Тюремные законы и понятия не прощают слабости и, к сожалению, добрых поступков. Поэтому, когда один из заключенных уступил хромому свои нары, он должен был понимать, что сокамерники не оценят этот жест. Так и случилось. И первым начал издеваться над арестантом тот самый хромой. 15 ножевых ранений в шею должны были показать, что он не прав. Два года назад его осудили за убийство. Приговорили к 10 годам, но был шанс выйти по УДО за хорошее поведение, если бы не еще одно преступление. А началось все с доброго жеста. Мужчина уступил арестанту, сидевшему за наркоторговлю свои нижние нары. Пожалел сокамерника из-за больной ноги. И тут начались издевки. Больше всех его провоцировал тот самый хромой наркоторговец. Мужчине ничего не оставалось, как поставить обидчика на место. Удар он нанес из-под тишка в 4 утра, когда сокамерник спал. 15 раз он ударил наркоторговца в шею ножом. Оружие, как сам говорит, нашел, но где и когда не помнит. Для чего? С каким умом? Кроме жертвы? Что убить? А почему не смог? Видимо, так было. Везение это или нет, но жертва действительно выжила. Сотрудники тюрьмы вовремя оказали пострадавшему медицинскую помощь. А в отношении мужчины, который пытался его убить, следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время проведен осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Допрашиваются свидетели, а также проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Теперь арестант точно выйдет не скоро. Помимо уже действующего наказания, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кислотного маньяка задержали в Буденовске. Год назад он изуродовал троих школьниц. Плеснул им кислотой в лицо. Дело номер 64 58 15 дробь 17. Первую жертву облил у входа в парк. Затем сел на велосипед и повторил то же самое еще с двумя девушками, которые переходили дорогу. Найти злодея было сложно. Никто не видел его лица. Он скрыл его под медицинской маской. Но юноша допустил непростительную ошибку. Оставил следы на крышке, который закрывал банку с кислотой. Это был обычный пятничный вечер. Подруги гуляли по центру Буденовска, сплетничали об одноклассниках, хвастались хорошими годовыми оценками в школе и делились планами на будущее. Ничего не предвещало беды. На улице начало темнеть и девушки решили вернуться домой. На светофоре загорелся зеленый свет. Они ступили на пешеходный переход, сделали пару шагов и вдруг с ними поравнялся молодой человек на велосипеде. На нем была медицинская маска. Не сказав ни слова, он плеснул подросткам в лицо кислотой. Продавец магазина Наталья Козлова стала первой, кто пришел на помощь пострадавшим. Слышу подростки кричит девочка. Больно, горит все, щипет там. Я же вышла, она стоит вся облитая. Левая сторона у нее облитая цветом таким коричневым. Воды. Я говорю, ну воды тут не обойдемся. Давай проходи под субку, пойдем. Говорю, я тебя под краном обмою тогда. Завела под кран, начала ее обмывать. У нее и волосы горячие, и футболка вся на спине начала разлазиться, кусками все отпадать. Это все отмыли у нее. Смотрю, тут уже волдыни пошли по руке у нее. На лицо немножко попало. Продавец вышла на улицу и сразу же вызвала скорую. Девочек сильными ожогами доставили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Во время расследования выяснилось, что школьницы – не первые жертвы кислотного маньяка. Несколькими днями ранее человек в точно такой же маске напал на еще одну 15-летнюю девочку. Он подкараулил ее на входе в парк и спросил, есть ли деньги. Девушка отрицательно покачала головой, и кислота тут же полетела ей в лицо и на руку. Узнав о случившемся, жители Буденновска не на шутку испугались. Страшно, конечно. Опасаемся. Нельзя терять длительность. Вот железное. Какое устройство. Что нашлось-то, взяли и пошли, потому что в магазин ходить надо. Местные жители долго гадали, что могло стать причиной такого поведения. Одни ссылались на психическое заболевание преступника, другие – на душевную травму из-за неразделенной любви. Не знаю. Я все по-разному говорю. Может, наркомат. Может, что у него там перемкнуло, может быть. Знаете, может быть, девушка его бросила мстит. Ну, так, разоворы идут международными. И ничего больше не могу вам сказать. И никто ничего не знал. Никто не видел его лица, не понимал мотивов. Было известно лишь, что это молодой мужчина среднего роста, который ездил на велосипеде старой модели. И все. Но стражам закона удалось поймать кислотного маньяка. Задержанный 19-летний студент медколледжа. На его поиски ушло больше года. Для проверки на причастность к преступлениям были отобраны образцы ДНК у более чем 2000 человек из города Буденновска и Буденновского района. В том числе подпадавших под основные характеристики предполагаемого подозреваемого. При этом именно образцы задержанного совпали с обнаруженными на банке из-под кислоты, изъятой в ходе осмотра места происшествия. Юноша признался в преступлении и даже объяснил, почему решил изуродовать школьниц. Оказалось, что причиной стала, как он сам говорит, депрессия. Не складывались отношения с друзьями, не было девушки, родители его не понимали, учиться не получалось. И парень решил выместить накопившуюся злобу. В связи с этим следствие в ближайшее время решит вопрос о назначении молодому человеку психолого-психиатрической экспертизы. Кислотному маньяку грозит до пяти лет лишения свободы. Что касается девочек, то итальянские врачи помогли им восстановить здоровье и внешность. С такой просьбой к послу Италии обратился губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Как часто жертвами преступных посягательств становятся дети? Знаете, значительно реже, чем годами ранее. Вот, например, в первом полугодии текущего года нашими следователями возбуждено 109 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. Тогда, как в аналогичном периоде прошлого года, таких уголовных дел было возбуждено 133. Особенно с положительной стороны хочу отметить, что в текущем году удалось избежать убийств детей. Тогда, как только в первом полугодии 2017 года было зарегистрировано три преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, связанного именно с убийствами несовершеннолетних. Какое самое шокирующее преступление против ребенка было в вашей практике? Любое преступление в отношении ребенка вызывает шок. Особенно тяжело воспринимать, когда такие деяния являются умышленными и совершаются родителями, либо близкими родственниками. Вот, например, в Кировском районе всех потряс случай, когда родной дядя надругался над своим 12-летним племянником, после чего задушил его и спрятал тело в камышах. В Пятигорске родной дедушка совершал сексуальные преступления в отношении своей малолетней внучки, освободившись из мест лишения свободы. Эти два человека сейчас уже отбывают длительные сроки лишения свободы. А что делает Следственный комитет, чтобы защитить детей? Особую роль мы отводим в профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних. Ведь когда речь идет о детях, самое важное – это упредить трагедию, сохранить жизнь и здоровье ребенка. Профилактическую работу мы ведем сразу по нескольким направлениям. Первое – это, и самое, наверное, эффективное – это непосредственное общение с детьми и их родителями, целенаправленная информационная работа через средства массовой информации и соцмедиа, взаимодействие с органами и учреждениями профилактики и защиты прав несовершеннолетних, а также реализация полномочий, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом по внесению представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Также в этом деле мы рассчитываем на неравнодушие и активную позицию всех граждан, поэтому просим незамедлительно сообщать на нашу короткую телефонную линию, которая так и называется «Ребенок в опасности», номер 123, обо всех фактах нахождения детей в опасных ситуациях. Таковы выводы следствия. Встретимся в следующий вторник в 19.15 на Своем ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова